Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Поваленные деревья и оборванные провода в Барнауле и пригороде устраняют последствия вчерашнего урагана. Новые комфортные на маршрутные линии краевой столицы вышли большие автобусы китайского происхождения. Боятся не за себя, а за кошек, живущих в подвале. Что или кто угрожает хвостатым? Итак, сильные штормы и гроза бушевали сегодня ночью над Алтайским краем. Пострадали жилые дома, здания и линии электропередач. Часть барнаульцев остались без света и газа. Сейчас последствия устраняют. Больше всего досталось пригороду Барнаула, поселкам Спутник и Авиатор. Там на провода упали части крыш. Энергетики уже восстановили сети. В Авиаторе у одного из домов и вовсе полностью снесло крышу. Там же специалисты восстанавливали газоснабжение на улице Дружбы и отремонтировали светофоры, убрали поваленные ветки. Стихия прошлась и по самому Барнаулу. Деревьями завалила дорогу к аэропорту, а некоторые горожане восхищались размахом стихии. Кому-то даже удалось запечатлеть молнию в виде сердца. А в селе Тальменко выпал град. Льдины были размером с крупные виноградины, а какие-то с куриное яйцо. Осадки дошли и до Бийска. Там выглядят улицы города после сильного ливня. И по прогнозам синоптиков, сильные грозы сменятся в край аномальной жарой. С сегодняшнего дня и по 15 июля отметка термометра может дойти до плюс 37 градусов. МЧС призывает жителей к соблюдению норм пожарной безопасности, а также беречь свое здоровье. Продолжим. Промышленники региона выстраивают горизонтальные связи. Это главная задача прошедшего сегодня в Барнауле первого форума «Сибирский промышленник». На базе АЗПИ собрались шесть делегаций из Новосибирской, Томской и Омской области, Красноярского и Алтайского края, Республики Алтай. Несмотря на долгую работу региональных союзов, многие участники здесь познакомились впервые. Какие надежды они возлагают на этот форум и на дружбу, узнавали мои коллеги. Горизонтальные связи – то, что сейчас необходимо промышленной отрасли Сибири. Так подумали в Алтайском союзе промышленников и позвали коллег из таких же объединений на Первый сибирский форум, чтобы обсудить, как вместе решать общие проблемы. Принимающей площадкой стал завод прецизионных изделий. «В прошлом году мы добавили 82% объема. Это в условиях перехода, обрезания и так далее. В этом году пока идем порядка 40 с лишним процентов плюсами. В прошлом году. А надо больше». «Есть очень большие потребности в кооперации, в взаимодействии. Потому что где гособоронзаказ, там в три смены работы и не справляются предприятия. Есть предприятия, которые немножко потеряли в выпуске в связи с санкциями, так сказать, и так далее. И вот наша задача, действительно, объединившись, наладить взаимодействие так, чтобы все двигались вперед». И в таком положении все предприятия региона. Выпускать больше диктует рынок – гражданский и оборонный. «Заместить весь импорт, который пер в Россию, ну, сами посудите, это же огромная работа. Плюс военные все заказы надо поднимать. То, что 30 лет не делали практически». И все это на фоне поиска поставщиков комплектующих, новых кадров, финансовой помощи и более глубоких проблем. Так, Омска область, единственная в Сибири, входит в 20-ку промразвитых субъектов страны. В ней функционируют 3100 промпредприятий. При этом в сфере не достает денег на развитие. «Парадокс. Чем больше ты производишь и выпускаешь продукцию из этой страны, это не означает, что ты будешь жить лучше. Но я могу провести пример. За прошлый год мы перечислили налогов во все бюджеты города Омск на 240 миллиардов рублей. А досталось городу Омск 10 миллиардов. Это в два раза меньше, чем в Новосибирске». Так что на форум возлагают большие надежды решать проблемы и продвигать решения за счет взаимовыгодного партнерства. «Только КАМАЗ 80 тысяч штук заявляет, что ему потребность надо, потому что иностранные у нас поставщики все ушли, у нас сейчас нет. Он единственный производитель этих топливных систем для дизельных двигателей. И вот для КАМАЗа надо их 80 тысяч штук в год сделать. Он сейчас сегодня делает 15. Вот он бы мог больше сделать. Он обратился, он говорит, давайте соберем, посмотрим. Может быть что-то на аутсорсинг я отдам». «В экономическом плане мы даже можем выиграть с учетом сокращения времени взаимодействия, сокращения логистики. Главное, чтобы мы были полезны друг другу. Вот в чем задача сегодняшней встречи. С тем, чтобы мы нашли контрагентов новых друг к другу, с тем, чтобы мы нашли новые формы взаимодействия». В рамках форума делегаты познакомились с алтайским производством и Барнаулом. Гости пока не спеша делиться планами. Сейчас их задача – выработать стратегию совместной работы и мыслить уже в рамках Сибири. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Новые большие автобусы вышли на улицы Краевой столицы. Счастливчиками стали пассажиры 35-го маршрута. Какими способностями обладают новые машины? Намного ли они комфортнее, чем старые? И какие меры поддержки оказывают перевозчикам? В сюжете Юлии Щепиной. Вот такие новенькие автобусы китайской марки «Ютонг» вышли сегодня на линию в Барнауле. Они пополнили автопарк перевозчика маршрутов общественного транспорта номер 35 и 53. Перед выходом в первый рейс замглавы города Антон Шуламенцев посетил предприятие и оценил новую технику. Вообще качество сборки хорошее. Прям замечательное. Автопарк предприятия составляет в основном автобусы 90-х годов выпуска прошлого столетия. Эти же три абсолютно новые, 23-го года выпуска и без пробега, имеют достойные технические характеристики. Основные отличия, наверное, это уже технический ноу-хау. Здесь предусмотрено наличие камеры заднего хода для удобства, для безопасности движения задним ходом водителей, видеонаблюдения в салоне. Имеются такие вещи, как система автоматического пожаротушения моторного отсека при, скажем так, возможном возгорании или каких-то моментах. В летний период не зажарится, поможет форточка на каждом стекле, а зимой согреют сразу семь отопителей. Автобус рассчитан на 85 мест, из них 29 посадочных, в том числе для маломобильных граждан. Здесь ремонт. Да, он человек должен подъехать сюда, спиной встать. По словам перевозчика, уже прорабатываются планы по приобретению еще нескольких новых автобусов. На эти потратили порядка 45 миллионов рублей. Конечно, красивый, во-первых. Во-вторых, окна открываются, света больше, да. Ну, конечно, чисто такой красивый. Сиденья как? Сиденья удобные, есть поручни, за что взяться. Мне понравился автобус, комфортабельный, уютный, и мягко идет, и самое главное – прохладный. Последний раз автобусы большой вместимости обновляли порядка 10 лет назад, подчеркивает Антон Шеломенцев. Для транспортной отрасли это важный аспект, так как вместимость и комфортабельность таких автобусов значительно выше. Этот год, в принципе, для Барнула в транспортной сфере достаточно позитивный. Напомню, по решению губернатора, Антон Петровича Томенко, Барнула получит 10 новых трамваев, часть из них уже на базе ГЭТ, проходит необходимые процедуры. Получили три новых сейчас автобуса. Планируется еще обновление в этом году, и так год за годом поэтапно качество в сфере обслуживания будет улучшаться. Администрация также оказывает поддержку перевозчикам. Так, последние два года на эти цели из городского бюджета дополнительно выделяется порядка 100 миллионов ежегодно. Юлия Щепина, День с толком. В Алтайском крае будут привлекать федеральные средства, чтобы обеспечить жителей чистой питьевой водой. Так, например, в ближайшее время систему водоснабжения модернизируют в Тогульском районе. Подробнее в нашем сюжете. Такой жары здесь не было лет 20, говорят жители Тогула. На улице 40 градусов. И так продолжалось около двух недель. Из-за аномальных температур в селе начались проблемы с водоснабжением. Объема воды в действующей скважине просто не хватало. Вода идет по низу там, по берегу. До нас еще так, чуть-чуть хватает. А вот выше два дома, там вообще нет воды. Чтобы у людей была питьевая вода, а также возможность поливать огороды, в селе организовали подвоз воды. Были хорошие проблемы. То есть воды не было вообще. Но коммунальные, они молодцы, они быстро на это все отреагировали, они нам помогали. Доставка воды, подвоз был каждодневный. В объемах, ну конечно, на полив нам не хватало. Но питьевой водой мы были обеспечены. Трактор приедет, набрались все. Все набрались, все поехали. Я вот 32 года здесь живу. У нас первый раз такое случилось. Первый раз всегда вода была. Сегодня система водоснабжения уже работает в привычном режиме. Но чтобы избежать обезвоживания Тогула в будущем, систему модернизируют. Причем для чистой воды в селе будут привлечены федеральные деньги. Алтайскому краю удалось защитить проект на федеральном уровне и получить поддержку. Более 230 миллионов рублей на Тогул. Об этом рассказал губернатор края Виктор Томенко. Накануне он посетил район с рабочим визитом. Пример Тогула хороший знак и для других муниципалитетов края. Весь очередь дойдет и до них. Сделано уже немало. Мы, наверное, миллиарды на 3,5 за последние годы вложили в средства решения таких вопросов. И на этот год хорошие деньги заложили, там больше миллиарда рублей. Это вот поддержка инфраструктурных бюджетных кредитов, таких программ, которые реализуются через Фонд развития территории федеральных. Ну и будем, конечно, средства краевого бюджета изыскивать. А также участвовать в федеральных программах. Ведь на ремонт коммунальных систем даже в небольших селах требуются сотни миллионов. Кстати, в этом году в регионе на обновление системы водоснабжения потратят более 1 миллиарда рублей. Это почувствуют на себе жители 44 населенных пунктов. Ирина Корчагина. День с толком. Также Виктор Томенко заехал в Тогульский дом культуры, который остро нуждается в капитальном ремонте. Здание построили в 1991 году и с тех пор серьезных ремонтных работ в ДК не было. В доме культуры рассказали, что на сцене уже небезопасно находиться. В зрительном зале необходимо заменить кресла, двери, систему пожарной безопасности, отремонтировать пол и потолок. На ремонт понадобится порядка 50 миллионов рублей. Чтобы уже наконец-то приступить к масштабным работам, Виктор Томенко поручил включить ремонт дома культуры в краевую адресную инвестиционную программу на следующий год. Добавим, что только хореографией в ДК занимается больше ста детей, а всего здесь 8 творческих коллективов, 3 из которых имеют звание народного. В Алтайском крае продолжается программа социальной дегазификации. По ней в уже газифицированных городах и селах жителям могут бесплатно провести газ к границам земельных участков. До конца 2024 года в регионе планируют газифицировать около 56 тысяч домовладений в 106 населенных пунктах. Сегодня голубое топливо появилось в доме семьи из села Калманка. В дружной семье Губенковых тепла и уюта стало больше. В дом по программе догазификации пришло голубое топливо. Теперь, рассказывает глава семейства, таскать ведрами уголь и охапками дрова больше не придется. Как и постоянно следить, чтобы не остывала печь. За тепло теперь отвечает газовый котел, а супруга может больше времени проводить с детьми. Потихоньку стараемся, конечно, все для детей делать, все лучше. Тем более, что перекрывали все, ворота безопасности специально ставили, чтобы дети не подходили к печке. А теперь можно будет этого не бояться. Поэтому и котел навесной мы установили, чтобы дети не имели доступ к котлу. К тому же газ дешевле традиционных способов обогрева, рассказывает Сергей. Покупать на зиму машинами дрова не нужно, как и жечь много электричества. Растраты снижаются в 5-7 раз. А установка газооборудования Губенковым обошлась и вовсе почти бесплатно. Как многодетные, они попали в категорию льготников для компенсации. Я обратился в «Газпром», там мне все рассказали, обратился в «Соззащиту». И весь, почти все оборудование мне обошлось бесплатно. И монтаж газопровода бесплатно обошелся. Бригада, которая приехала, все подсказали, как устанавливать, где. Ну, а по большому счету сами все и сделали. При заключении с газовой компанией комплексного договора она будет курировать все этапы. От разработки проектной документации до подбора и установки газооборудования. Оно, кстати, тоже не стоит дорого. Все выпускается в России по доступным ценам и хорошего качества. Стоимость работ «Газпром» газораспределения «Барнаул» утверждена местным регулятором. То есть это цены подтвержденные, которые реально существуют на рынке. Они не завышены, потому что за каждый взятый с населения рубль мы потом в дальнейшем будем отчитываться в местном регуляторе. Призываю жителей смелее обращаться в нашу компанию. Смелее заполнять заявку на догазификацию. Это позволит в будущем использовать комфортно, качественно другого уровня вид топлива для отопления, пищеприготовления. В селе Калманка газопровод уже проведен больше, чем в 1100 домов. И прямо сейчас продолжаются работы по догазификации. Узнать подробную информацию и подать документы на подключение можно через сайт connectgas.ru, МФЦ, госуслуги, а также в ближайшем офисе газовой компании или через мобильный офис. Нужен минимальный пакет документов. Паспорт снил с права собственности на дом. Для льготников действуют меры соцподдержки. По поручению президента эта субсидия не менее 100 тысяч рублей. Мария Мацава, Владислав Ковалев. День с толком. Жильцы Барнаульского двора боятся соседей и того, на что они способны. Причем боятся не за себя, а за кошек, которые периодически живут в подвале многоэтажки. Неравнодушные подкармливают животных, а равнодушные травят их, заверяют нас люди. Как можно спасти хвостатых и не нарушают ли закон ликвидаторы котов, узнавала наша съемочная группа. Каждый день Татьяна покупает корм для дворовых животных. Кошки-мама и котята испуганно идут на запах еды, хвостатые в замешательстве. Одни люди о них заботятся, другие гоняют. Маленькие, жалко. Они не виноваты, что родились. Три женщины в основном у нас такие, которые против. Я не знаю, чем они им мешают. В доме на Титова, 46, настоящая война с реальными жертвами. Нетерпящие кошек переворачивают блюдце с водой, отравляют корм на улице, замуровывают подвальные продухи, рассказывают неравнодушные. Недавно один из продухов запенили, но неравнодушный молодой человек, который живет в этом доме, не смог пройти мимо и выбил пену. Так животные хотя бы могли выйти попить и поесть. Они сперва писали, типа, убирайте кошек, мы будем травить, или там они в траве, хотя они были там, их закрыли. А сейчас они стали понежнее вот это писать. Мы начнем травить, пожалуйста, уберите своих кошек. Анастасия не так давно отстаивает кошачье право на жизнь. Случайно узнала, что в ее родном дворе специально закрывают входы в подвалы с кошками внутри. Девушка не признает такого зверства и не понимает, чем коты мешают некоторым жить. Подходили два мужчина, не туда все заливали, да, как там травить тараканов, всяких, блох или еще. Просто подошли, открыли, пшик-пшик, пшик-пшик, все, котята умерли. Наших девочек почему-то травят постоянно, муськи у нас, две штучки. Вообще животных очень люблю. И раньше как-то это относился параллельно, а теперь очень же люблю. Мы даже создали вот группу, у нас шесть человек, вот мы все скинулись на стерилизацию, но не смогли поймать ее. Девушка обратилась в полицию. В итоге ей обозначили время для отлова котов в темном подвале. Инициатива настигла инициатора. А между тем эксперты объясняют, такой метод борьбы, как замуровывание зверей в подвале, не только жесток, но и незаконен с коммунальной точки зрения. Как минимум один продукт должен оставаться открытым. Есть разъяснение, письмо с разъяснениями Минстроя, где говорится о том, каким образом необходимо вести себя управляющей компанией, чтобы с одной стороны соблюсти температурно-влажностный режим, с другой стороны гуманно относиться к животным, которые так или иначе уже попали в подвал. И ответственность за это может дойти вплоть до уголовной. Сейчас девушка готовит запросы в контролирующие органы, а пока следит за соседями и пересчитывает животных, и собирает деньги на стерилизацию кошек. Анастасия Драган, Андрей Печеркин, День с толком. В Барнауле в районе Поток к осени появится новая спортивная детская площадка. Это будет не просто новое футбольное поле. Здесь установятся современные тренажеры, будут беговые дорожки с безопасным покрытием и даже новые лавочки для ожидающих своих детей. Старую футбольную площадку уже демонтировали и приступили к строительству новой. Спортплощадка будет доступна для всех жителей города. С проектом познакомились и наши корреспонденты. Проект готов, работы начались. Современная благоустроенная спортивная площадка появится на месте старого стадиона на территории Центра развития, творчества и спорта. Благодаря проекту инициативное бюджетирование и плодотворному взаимодействию жителей района с администрацией города, района и депутатским корпусом. Я заметил одну тенденцию, что здесь очень мало спортивных площадок. Спасибо главе города, главе района, что они поддержали эту инициативу. В том, что это будет очень хорошая площадка для того, чтобы жители занимались спортом, дети развивались, проводили какие-то фестивали, праздники, спортивные мероприятия. И поэтому я только за, чтобы у нас такие площадки появлялись все больше и больше. На реализацию проекта из бюджета города выделили более 6 миллионов рублей. Помогли и жители. Их софинансирование составило около 600 тысяч рублей. На сегодняшний день проект утвержден, подрядчик определен. Как видите, сейчас уже ведутся активные работы. Помимо беговых дорожек на сегодняшний день, здесь видите, сейчас ведется планировка самого футбольного поля. Будут установлены ворота, дополнительно будут установлены ограждения вдоль ворот и поставлены тренажеры. На площадке установят порядка 10 новых современных тренажеров и 20 лавочек. Кстати, уже поступают заявки на 2024 и 2025 год, подчеркнул глава района. Напомним, в 2022 году в рамках проекта инициативного бюджетирования в Октябрьском районе обустроили три спортивных площадки. Как и на уже существующих площадках, на новой для всех желающих будет работать проект «Дворовый инструктор». Всем желающим тренер бесплатно подскажет программу и упражнения. Для нас это очень значимое событие, потому что у нас Центр развития творчества и спорта. У нас есть спортивные объединения, которым необходима физическая подготовка. Кроме того, данная площадка располагается в микрорайоне «Поток», где в ближайшем месте нет спортивных площадок. И для жителей микрорайона это очень значимо. Открыть площадку планируют уже к первому сентября. Заниматься здесь смогут абсолютно все желающие, а не только воспитанники Центра развития творчества и спорта. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Расслered «Звук вы Minecraft» Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжение следует...